День российской адвокатуры День российской адвокатуры День российской адвокатов достаточно не дешевые, приличную сумму. Но ведь есть категория граждан, которые не могут оплатить услуги адвокатов в суде. Как быть в таких случаях? Во-первых, представительство по уголовным делам – это одна ситуация. Представительство по гражданским делам – это совершенно другая ситуация. То, что касается участия по уголовным делам, в этой части у нас сейчас проблем уже нет, поскольку в случае необходимости через Центр субсидированной помощи адвокаты назначаются Адвокатской палатой Чувашской республики, и права граждан здесь однозначно защищены. Более сложный, наверное, момент – это оказание правовой помощи по гражданским делам. Но вот для той категории граждан, у которых, к сожалению, нет материальной возможности заключить соглашение с адвокатом, в 2011 году был принят закон Чувашской республики о бесплатной юридической помощи. То есть государственная система оказания бесплатной юридической помощи, она в 2012 году начала пробироваться, в 2013 году мы уже определенных успехов достигли, а в этом году, я считаю, что мы ее будем развивать и совершенствовать. А кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи? Это касаемо исключительно гражданских правоотношений. Это в первую очередь инвалиды 1 и 2 групп, малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои социалистического труда, герои Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Лица, желающие принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, что очень важно. Усыновители, граждане, которые имеют трех и более детей, которые проживают совместно с родителями. Реабилитированные лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Пожилые граждане-инвалиды, которые находятся в органах социальных учреждений, несовершеннолетние, которые содержатся в учреждениях системы профилактики безнадзорности. Ну и граждане, признанные судом недееспособными. То есть вот эта категория граждан на сегодняшний день является исчерпывающей. То есть человек, который попадает под данную категорию, который имеет право на бесплатную юридическую помощь, может прийти к адвокату и обратиться к адвокату в решении любого вопроса. К сожалению, нет. Если бы это было так, мы были бы просто счастливы. Потому что мы бы подряд и всем оказывали эту бесплатную юридическую помощь. Но закон четко определил те случаи, в которых оказывается эта бесплатная юридическая помощь. То есть если это касается предпринимательства, бизнеса, доходов каких-то, конечно, мы такой помощь не оказываем, поскольку этот закон социально ориентирован именно на ту категорию граждан, которая не может самостоятельно нанять адвокатов, как мы уже говорили. Так вот, право на бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют по следующим категориям дел. Это споры с недвижимостью в случае, если речь идет о единственном жилом помещении. Жилищные споры в случае, если квартира, жилой дом или его честь является единственным жилым помещением. Земельные споры в случае, если на земельном участке расположен жилой дом или его честь, который является единственным жилым помещением. Споры о защите прав потребителей касаемо коммунальных услуг, только коммунальных услуг. Действительно, категория большая, но наверняка есть то, что не охватываются, вопросы, которые не охвачены вот этим списком. Как быть, если гражданин приходит вам и говорит, ну вот помогите бесплатно? Вот эту бесплатную правовую помощь мы оказываем бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в нескольких формах. То есть это устное консультирование, письменное консультирование, подготовка всевозможных запросов и представительство в судах, подготовка исковых заявлений и так далее. Так вот, той категории, которая, в общем-то, не подпадает по случаю, либо по категории, мы никогда не отказываем в оказании бесплатной юридической помощи. Мы эту помощь оказываем, но только в виде устной консультации. То есть в любом случае консультация будет? Однозначно. И вот давайте тогда рассмотрим ситуацию. Вам пришел гражданин с просьбой помочь ему с решением его вопроса. Как действует? Во-первых, он должен иметь при себе документ, подтверждающий право на бесплатную юридическую помощь. В последующем заключается, вернее, гражданин пишет заявление об оказании ему бесплатной юридической помощи. Бланки у нас уже разработаны. В принципе, надо вписать фамилию и поставить подпись. Здесь заключается соглашение, в котором указываются все виды правовой помощи, которые гражданин хочет получить. После получения бесплатной юридической помощи составляется реестр, в котором гражданин подписывается, что действительно именно эта юридическая помощь ему оказана. Ну а потом вот этот вот реестр, пакет документов мы отправляем в Министерство юстиции. Бюджетные денежные средства – это все-таки штука серьезная. И там очень тщательно проверяют все представленные документы и только после этого производят оплату возмещения затрат адвоката. Ну вообще все замечательно, вроде так гладко. Существуют какие-то проблемы с оказанием бесплатной юридической помощи? Существует. Хотя мы по всей России, если исходить из доклада Министерства юстиции Российской Федерации по оказанию бесплатной юридической помощи, мы находимся на четвертом месте по количеству оказанной юридической помощи. Я считаю, что это для нас все очень здорово. Но проблема, конечно, есть. Первая проблема – это неосведомленность граждан о своих правах. Люди должны знать, что они имеют право на бесплатную юридическую помощь. Но очень часто неинформирование о своих правах становится проблемой. К сожалению, да. Люди не знают, что свои права можно отстоять, в том числе и бесплатно. Абсолютно верно. Елена Леонидовна, немножко про другую, на другую тему поговорим. Что Вы думаете по поводу государственной программы юстиции в части реформирования? Государственная программа юстиции, касаемо адвокатуры, она, в общем-то, наверное, проблемна для нас тем, что непонятен еще порядок реализации этой программы. Но исходит из того, что в ближайшем будущем будет полное, исключительно, вернее, даже монополия адвокатурно-предстоятельства в судах. И, исходя из этого, все частнопрактикующие юристы, наверное, когда-либо должны получить статус адвоката. Но это правильное направление, потому что только адвокаты несут ответственность за квалифицированный свой труд, то есть за ту работу, которую они делают. А так называемые частнопрактикующие юристы, многие из них очень грамотные люди, но, тем не менее, никакой ответственности, естественно, перед гражданами они не несут. Вот именно с целью работы в одном правовом поле, наверное, вернее, в направлении создания условий для работы в одном правовом поле и разрабатывается программа юстиции в отношении адвокатуры. Лена Леонидовна, ну давайте немножко к приятному сейчас вернемся. У вас завтра, 31 мая, профессиональный праздник. И я знаю, что не первый год адвокаты проводят соревнования. Абсолютно верно. Мы уже третий или четвертый год собираемся на стадионе «Энергия», соревнуемся. В общем, каждый хочет лидировать, каждый хочет добиться успеха. Соревнования по каким-то видам спорта отдельно проходят? Прыгают, прыгают, подтягиваются, играют в мини-футбол. В общем, полдня у нас проходит на стадионе, достаточно все это азартно. И доброй традицией это уже стало, и поэтому с удовольствием собираются уже на стадион практически. Несколько отвлекаются от своей работы адвокаты. Да, да, да. Ну и а потом корпоративный дух, ведь в неформальном общении порождается именно чувство коллективизма. Тогда в завершении программы я предлагаю поздравить ваших коллег с профессиональным праздником. Уважаемые мои коллеги, любимые мои адвокаты, я каждого из вас поздравляю с Днем Российской Адвокатуры. Желаю, конечно, в первую очередь здоровья. Если у вас будет здоровье, у нас будет здоровая корпорация. Ну и при наличии здоровья мы сможем многого добиться. Желаю успехов, настойчивости в отстаивании прав и законных интересов граждан. И, конечно, желаю свято чтить Кодекс профессиональной этики адвоката. И помнить о том, что адвокат – это высокое звание здоровья и успехов. Спасибо большое, Елена Леонидовна. Поздравляю вас тоже с профессиональным праздником. Напомню вам, что сегодня, накануне Дня Российской Адвокатуры, мы говорили о бесплатной юридической помощи с президентом Адвокатской палаты Чувашской Республики Еленой Кузьминой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова